Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим с вами на тему реального и нереального бизнеса. Естественно, что мы будем разбирать сегодня с вами о том, как зарабатывают деньги и кто же вообще эти сволочи и гады, которые зарабатывают нереально, нереально много в нереальном бизнесе. К чему эта тема? Очень много в последнее время, да и не только в последнее, но в последнее особенно это относится ко мне, люди задают вопрос, так у вас, Ольга, у вас реальный бизнес или нереальный бизнес? За последние полгода буквально интернет разгромил Портнягина с вопросами о том, на чем же эта сволочь все-таки зарабатывает деньги, что же такого он делает вообще? Есть ли у него что-то, кроме канала Трансформатора? То видишь, гад, продает рекламу от миллиона рублей за выпуск вообще и там несколько интеграций и все в этой рекламе, а у самого-то нихрена нету, никаких компаний, ничего. Взять тоже БМ, вообще пацаны обалдели, ничего своего нету, а учат, как зарабатывать других деньги и при этом обучают тысячами и на все тренинги у них сумасшедшие потоки в тысячах людей. Вообще самая крупная компания по обучению, но при этом ничего своего не имеют. Ахахах, как же так? Ну а ты-то, Ермилова, что ж ты все-то позакрывала? И свадебное агентство тут прикрыло, кричи, что от 100 тысяч долларов только работаешь. И свой цветочный-то бизнес не очень, видимо, удачный-то и продала. И вообще, что-то там еще делала, не помним, но делала много, смотрим за тобой много и думаем только об одном. Откуда же, гадина, у тебя деньги на Бали? Приезжаешь тут, Мальдивы, Бали, делаешь вид, что ты зарабатываешь, а у самой-то нихрена нет. Ну, конечно, нет, ребят, есть же студия, вы наверняка уже смотрели, есть студия с самолетами, с чартерами, это тоже сейчас студия. Мы все это инфо-цыгане, ходим по студиям и все вот так вот снимаем. Конечно, немножечко трэша, но на самом деле выглядеть со стороны это примерно так. Мы тут на Бали иногда собираемся с ребятами, обсуждаем эти темы, иногда подхихикиваем, но на самом деле говорим об этом редко, потому что живем другим. Живем развитием, живем тем, чтобы развиваться не только в плане финансов и вывозить своих детей на хорошие отдыхи, строить новое жилье себе, своим родителям, но мы еще и занимаемся тем, чтобы развиваться каким-то образом ментально, духовно, потому что для нас это крайне важно и также крайне важно развивать вас. Поэтому сегодняшнее видео немножечко я хочу поставить все вещи на места, если вы этого не понимаете, то рассказать вам. Что люди вообще, давайте начнем с того, что люди вообще считают реальным бизнесом, что такое реальный бизнес. То есть реальный бизнес, это если вы продаете футболки, это реальный бизнес, сумочки продаете, тоже реальный бизнес, открываете убыточные островки за последние деньги или взятые в кредит, тоже реальный бизнес, Цветы продаем, это тоже реально То, что там все убыточно То, что там все очень сложно построить И то, что в принципе с экономикой наших стран Многие из этих вещей никогда не смогут стать бизнесами Мы как бы это отсекаем Ну типа, мы таких людей уважаем Они бесконечно, вообще совершенно бездумно что-то делают, прогорают Но молодцы А вот те, которые обучают, те, которые рассказывают, как надо делать Те, которые строят свои, например, ютуб-каналы Ну подумаешь, блин, миллион триста подписчиков сделал Во-первых, гад нагнал и накрутил, естественно Лайки себе покупает, комментарии себе покупает Сам себя смотрит, естественно Только рекламу почему-то какие-то нездоровые люди у него заказывают Ну какие-то ненормальные совершенно Она же не работает Все же потом еще и говорят, она не работает Но по-прежнему выстраивается очередь за рекламой Ребята, вы вообще когда-нибудь думали о том, что такое, например, ютуб-канал? Вы вообще думали, что такое, сколько стоит создание контента? Вы вообще думали, что такое бизнес? Потому что если рассмотреть этот формат Не этот формат, вообще, если рассмотреть бизнес Он состоит из очень простых и понятных вещей Первое – это продукт Какая разница, у вас это футболка Или у вас это, например, съемка видеоролика Вы вообще понимаете, сколько стоит произвести видеоролик? Сколько стоит создать этот продукт? Затем смонтировать этот продукт? Затем запустить этот продукт? Вообще выдать? А потом сделать так, чтобы его еще кто-то смотрел Это точно так же, как ваша футболка Никому не нужна, пока вы не создадите маркетинг Здесь такая же история Мы начинаем работать над маркетингом Мы начинаем думать над темами нашего продукта Мы начинаем думать над тем, сколько денег мы можем потратить Для того, чтобы запустить рекламу Мы начинаем настраивать и таргетировать эту рекламу Суть очень проста Что бы вы ни делали, это, и если вы можете с этого достать деньги Это является бизнесом И тот же YouTube канал, это сумасшедший бизнес С точки зрения энергозатрат Это сумасшедший бизнес с точки зрения ресурсных затрат Потому что очень всего много надо И чем больше вы растете, тем больше этих сил необходимо И безусловно, здесь можно, как и везде, в других местах Зарабатывать деньги Из Литва, скорее всего, то, что в этих темах Зарабатывать можно больше Объясню вам почему По одной простой причине По причине того, что эти бизнесы обладают такими критериями Которые, во-первых, не ограничены своими ресурсами географическими Потому что, когда вы продаете, например, что-либо Там футболку, даже если вы продаете ее по всему миру Вам нужны пересылки и так далее У нас онлайн продукты У тех, у кого онлайн продукты Или у тех, кто делает рекламу Кто занимается YouTube каналами Кто занимается онлайн обучением И нам, по сути, это ничего не стоит Уже в контексте именно пересылки, скорости И так далее, и так далее, и так далее И поэтому, уже в зависимости от того Насколько круто мы можем упаковаться И насколько здорово мы можем Настроить все эти компании Потратить денег для того, чтобы все это привлечь Безусловно, дает нам сумасшедшие возможности Которые вас излят Которые излят со стороны очень сильно Каждого человека Которые излят со стороны каждого человека Потому что, когда ты работаешь И тебе кажется, ну я в реале Пошел над этой чашечкой Ставлю стаканчик Придумываю всякие акции Все делаю И тут какой-то гад берет и за миллион Продает рекламу Вы должны понимать, что любой бизнес Который делается, как вам кажется, нереальный Он такой же реальный, как и любой другой Поэтому задавая вопросы на тему того Что, Ольга, а какой у вас реальный бизнес Ютуб, а что это за бизнес Если вы не понимаете процессов этого бизнеса То это не означает, что это не бизнес Я, например, тоже никогда не пойму Процесс хендмейдерства Когда люди стоят и на раскладках Продают вязаных котиков Вот хоть убейте меня Никогда этого не пойму И не пойму еще миллион других бизнесов Которыми люди занимаются и называют это бизнесами Но могу вам сказать одно Что если вам кажется, что эта тема классная и легкая Я с вами соглашусь только в одном Она действительно классная И классная в обучении в том числе Потому что я, например, наблюдая за теми же БМом Вижу, как они обучают Вот на протяжении огромного количества лет И как их опыт, который они получают Непосредственно в построении Вот этого нереального, я даже не знаю Образования, да, там, БМ-института Я вижу все их ошибки, трансформации Очень многие вещи мне очень близки ребята по духу И я вижу, как этому они затем и обучают дальше В своих тренингах То есть они точно так же параллельно строят бизнес Поверьте, очень сложный, очень непростой Очень затратный по различным вещам Но есть одна колоссальная вещь, которая отличает того же Портнягина Меня, БМа и еще многих ребят Которые реально круто продают Много продают и зарабатывают на этом миллионы долларов Очень серьезная вещь Это то, что мы находимся целиком в потоке Мы, в отличие от футболочек, не можем никуда отлучиться Мы постоянно обязаны соответствовать той роли, которую мы на себя взяли Роль в некоторых случаях наставников, идейных менторов, вдохновителей Для того, чтобы обучать чему-то, мы сами должны постоянно обучаться Мы должны быть все время на волне Аудитория, вы в частности, вы хорошая аудитория И вы очень тонко все чувствуете Вы не терпите фальши Вы очень много людей, которые пробовали запускаться в этих темах Очень много ютуб-каналов, где по 124 подписчика пооставалось Вы очень все это чувствуете И вы не позволяете людям, которые вас обманывают, идти дальше Вы перестаете их смотреть, вы ничего у них не покупаете Вы ничего не делаете Это очень чувствуется И вот в нашем случае, для того, чтобы постоянно быть на волне Нужно очень много всего делать Для того, чтобы соответствовать и, как вы говорите, демонстрировать роскошную жизнь Этой жизнью нужно жить На эти острова нужно зарабатывать На машины, на квартиры, которые мы где-то вам показываем как примеры Тоже нужно зарабатывать Если вы считаете, что это легко и мы делаем это на обмане Попробуйте сделать это на обмане Попробуйте очень просто Прямо сегодня, ютуб пока еще не берет деньги за заливку видео Вы берете телефон, снимаете 10 видеороликов Называете их как хотите Делаете крутые описания Уже все знают, как на ютубе продвигаться Можете попробовать накрутить миллион подписчиков себе Или накрутить себе лайки, комментарии Попробуйте, накрутите Поставьте, увидите, что будет происходить Заливайте это все на ютуб и вперед Все, вы звезда Дальше можете в каждый ролик по миллиону продавать рекламу Хотя бы по 100 тысяч, хотя бы по 100 рублей Попробуйте это сделать и вы увидите Какой колоссальный это труд Вы увидите, сколько вам нужно учиться для этого Вы увидите, что это будет выглядеть Точно так же, как любой другой бизнес Которым вы будете заниматься Что вам постоянно нужно будет думать о том Что говорить, как говорить, как снимать, как улучшить Как продать эту рекламу Как купить эту рекламу Как сделать так, чтобы тебя увидело огромное количество людей Вы снимете шляпу и поймете, что это не просто нереальный бизнес А это пипец, какой нереально сложный бизнес Точно такой же И для того, чтобы что-то продавать То, что вы вещаете, чтобы вас смотрели Вы сами должны быть накачаны И накачаны постоянно Потому что в отличие от футболочки Которая всегда, в общем-то, футболочка Тренды в образовании Тренды в развитии Тренды во всем этом меняются Онлайн в частности Ежесекундно, постоянно Еще вчера ты это делал, это работало А сегодня это не работает Вы должны обладать колоссальной энергетикой Для того, чтобы доносить до людей То, что вы хотите донести Вы должны обладать колоссальной выдержкой Для того, чтобы выдержать весь тот шлак Который начинает на тебя литься От каждого козла Который стоит в огороде Щепит травку И мекает в твою сторону Что ты, блин, козел Ты ничего не понимаешь в жизни Ты ужасно выглядишь Все, что ты говоришь Это вообще фигня Да что этот щенок вообще себе позволяет Да что это Тосипов Да кто он вообще Фу, козел вонючий Портнягин, да все Инфо-цыган, бля Все, навалял Накрал А то, что, например, у Портнягина Есть прекрасная жена Обычная девочка Которая открывает Ну не обычная девочка А девочка, которая прошла Тоже с ним большой путь Которая свой инстаграм Не может открыть Потому что на нее начинает литься говно Об этом никто не думает Быть в онлайне очень сложно Потому что ты находишься на сцене Но ты не видишь никого Вы все скрыты И вы только можете бросать камнями В этих людей Попробуйте Попробуйте в этом Очень нереальном бизнесе Это вообще фигня Попробуйте стать тем Кем стали мы Хотя бы тем, кем стала я Ладно, не берусь У меня сегодня нету миллиона подписчиков Пока что У меня сегодня нету Еще очень многих вещей Но поверьте Я очень хорошо понимаю Насколько непростая эта работа Насколько много мы работаем Отдаемся И здесь есть очень важная штука Для нас это является образом жизни Поверьте Вот заниматься блогерством Заниматься обучением Заниматься прокачками всеми И еще многими такими нереальными Как вам кажется бизнесами Очень сложно Потому что этим Скажем так Даже может заниматься не каждый Потому что для нас Это образ жизни Мы не работяги Мы в принципе По жизни Ненормальные люди Мы люди Которые постоянно Находятся в поиске Мы люди Которые не умеют Как нормальные Лежать на лежачке С коктейльчиком А берут телефончики Камеры И нам постоянно Нужны на нашу жопу Приключения Мы так живем И мы Мне кажется Возьмусь на себя Смелость это сказать Посланы в этот мир Для того Чтобы зажигать Ваши жопы Для того Чтобы вам тоже Хотелось Кололось Чтобы вы бесились Вы вставали И что-то делали Поэтому хорэ Кидать в нас булыжники Присоединяйтесь к нам Становитесь такими же больными Мы очень классные Мы офигенные Мы подрывные Нам никогда не бывает скучно Мы из любой Абсолютной передряги Можем находить выход Мы дровим Постоянно Чтобы не происходило И даже сейчас Когда только что Был проливной дождь Тропический Я просто радовалась Что блин Как офигенно Что есть тропический дождь У меня из глаза Я их вижу И сейчас я сниму Классное видео Которое непременно Хотя бы один зад Обязательно подорвет Поэтому в следующий раз Когда вы захотите Задать мне вопрос Реальный или нереальный У меня бизнес Когда вы заставите Портнягина рассказывать вам Хотя я не знаю Дима Какого черта Ты им что-то рассказываешь И показываешь Что я делал Попробуйте сделать то Что сделали мы Попробуйте сделать так Чтобы хотя бы тысяча людей Регулярно вас смотрело Чтобы хотя бы 10 человек Регулярно у вас что-то покупало Чтобы вы смогли зажечь Хотя бы одну задницу В этом мире И тогда вы проживете Уже не зря Ну а я вернусь К своим детям А вы не забывайте Подписаться на мой канал Потому что с моим каналом По крайней мере Ваша жопа будет гореть Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому